Девушки отдыхают Центральная криминальная полиция Это ваши полномочия на территории истории Ознакомьтесь Значит будем вместе работать? Вы говорите по-эстонски? Несколько слов Спасибо, пожалуйста Здорово, старая Карга Это самый жуткий маньяк С времен Чикатило Привет! Привет! Это вам За то, что я явился без приглашения Спасибо Ты знаешь, что это? Ну конечно, я же тебе говорил Тарвас, учились вместе Разбойники У меня для вас сюрприз Пропустите нас на мост, пожалуйста Или я взорву вас Все к чертовой матери Где Дениса? Пустила Поздно, мать Ты выбор сделал Дениса больше нет Моэээээээээээээээээ Денис Продолжение следует... 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 У вас должны были родиться близнецы. Катя, Алеш, все нормально. Поздравляю. Спасибо. Как у тебя на личном фронте? Этот рыженький, как у... Урмас? Да. Как он? Мы расстались. Значит, все у нас хорошо? Да. Пошли. Пошли. Господа, кто не знает, знакомьтесь, кто не помнит, вспоминайте. Инга Верма, старший инспектор эстонской полиции. Так сказать, наша гуманитарная помощь из-за границы. Привет, Инга. Привет. Здравствуй, Инга. Здравствуй. Ну, как тебе у нас, а? А он не хуже, чем в Эстонии. Не хуже. Ага. Так, родственников Андерса оповестили? А, да. Муж уже едет к нам. Он в Таллине живет. Его зовут Томас Юрген. Он президент фонда «Новая жизнь». Они занимаются искусственным оплодотворением. А до этого фондом руководила сама Андерса. Ага. Эту ниточку мы тоже разработаем. Так, а машины нашли? Ни у консульства, ни у квартиры, где жила Андерса. Машины нет. Телефон. Мобильник пропал. Симка не отслеживает. А есть фотографии с места преступления? Конечно. Эксперты что-нибудь нашли? Да там куча отпечатков, но катерок-то прогулочный. Следов крови на нем не обнаружено. Поехали, посмотрим труп. Поехали. Смерть наступила между часом и двумя часами ночи. В результате прямого удара в сердце. Наш. Скорее всего. Она была в сознании, когда ее убивали? Нет, без сознания. Потому что в легких и дыхательных путях следы хлороформа. Ага. То есть, он ее убил на катере, там сделан инсталляцию. Не факт. Он мог убить ее в другом месте, приготовить труп и привезти на катер. Да. Максим, я нашел хозяина катера. Попов Дмитрий Иванович. У него пять компаний разного профиля. Одна из них экскурсионная, у которой на балансе шесть катеров. В офисе сказали, он поехал домой обедать. Адрес я вышли, СМС-кей. Хорошо. Поехали к хозяину катера. Этот катер угнали у нас ночью, два дня назад, с сохраняемой стоянкой у Петропавловки. Я понятия не имею, как воры забрались на катер. Заявление об угоне написали? Да, в местное отделение полиции. Но там, я так понял, особо никто не шевелится. В одиночку катер угнать можно? Заводиться и отчаливать лучше вдвоем. А управлять катером может один человек. Сегодня с пяти до восьми. Вы где были? Дома спал. Кто-нибудь может подтвердить? Ну как? Жена, дочка, водитель. Он меня из дома забирал. Вам знакома эта женщина? Нет. Нет. Скажите, зачем кому-то угонять ваш катер и потом на палубе устраивать инсталляцию из манекенов и трупа? Да без понятия. Может, меня кто подставить хотел? Богатым же все завидуют. А вы богаты? Ну как? Сколько у вас денег? Ну, это как оценивать? В категории среднего бизнеса. Смотрюсь, неплохо. Может, конкуренты? Да вряд ли я такой способный. Скажите, чем я еще могу вам помочь? Из города пока не уезжайте, ладно? Нам нужны данные всех, кто имел доступ к угнанному катеру. Хорошо, я все вышлю вам на e-mail. Да, телефончик водителя, не забудьте. Он соврал про то, что не знает Марту Андерса. Чего она так решила? Я видела, как он смотрел на ее фото. Ну, а что нового? Попросили не уезжать из города. Будут проверять сотрудников. Все из-за этого катера. Сколько человек работает? Двенадцать. Три консула, советник, этажа, захоз и визовая секретарь. Три консула. Больше, чем в Древнем Риме. Это не Древний Рим. Консул сейчас мелкий чиновник. Что делала госпожа Андерса вчера вечером в галерее? Открывала выставку эстонских художников. Потом был фуршет. А долго продолжался фуршет? Часа два. А вы не заметили госпожа Андерса? Она много выпила? Ну, нормально. То есть достаточно. Марта вообще любила расслабиться, хорошо провести время. Веселая, коммуникабельная была. Ни в чем себе не отказывала. А с кем она вчера общалась? Да со всеми. С гостями, с художниками. С Редником долго разговаривал. Кто это? Это муж хозяйки галереи. Очень состоятельный бизнесмен. Он жене эту галерею подарил. То есть владелец фактически он. Когда и с кем госпожа Андерса ушла? Когда Марта ушла, я не заметила. Владимир Николаевич, добрый результат. Через неделю шумилевая оценка и разбор все на следующем семинаре. Спасибо. До свидания. Владимир Николаевич. С ума сошла? А если кто-нибудь в окне у нас увидит? Мне родилась студентка и не успела сдать. Давай. Всего доброго, Крылов. Ну что, Соколова, вы поняли свою ошибку? Да, Владимир Николаевич. Спасибо за разъяснение. Что, до вечера? Да. Привет. Кто это? Это участники вчерашней презентации подъехали. Что у нас по телефону Марта Андерса? В 18.33 Андерса оговорила с мужем. После этого несколько коротких разговоров с сотрудниками консульства. И без 5.8 она отключила телефон. Понятно, спасибо. Как бы вы могли характеризовать ваши отношения с Мартой Андерсом? Через деловые. Вы общались с ней вчера на презентации? Да. Ну, о чем вы говорили? Я собирался привлечь ей несколько картин и художников. Она обещала посодействовать. У нас есть сведения, что у Марты Андерса было много любовников. Вы один из них? Я женатый человек. Нет. Максим, у тебя зубы? Ну, значит, нету. Вот, Максим, решили усилить вашу группу. Старший лейтенант юстиции Грибков теперь будет работать у тебя. А я понимаю, это сын Геннала Грибкова? Да. Ты понимаешь, нам не нужны проблемы. Поосторожней с ним. Спасибо за помощника, Людмила Ивановна. Все, чем могу. Здравствуйте. Старший лейтенант юстиции Грибков. А, полковник Казанцев. Можно просто Максим. Валентин. Прошу любить и жаловать. Капитан Кузьмин. Майор Савченко. Валентин. Кирилл. Валентин. Шикарное дело. Слушайте, я уже посмотрел. Это убийцы эстет, манекены, неуправляемый корабль. Это наш эстонский коллега, Инга Вейерма, старший комиссар. Здравствуйте. Привыкайте. Так что вы про дело говорите? Я говорю, шикарное дело. То есть вы в курсе? Да, конечно. Кто такой Редникова, знаете? Естественно. Значит, установите связь Редникова с Мартой Андерса. Вот ваше рабочее место. Дерзайте. Есть. Так, что у нас с отпечатками на квартире? В нашей базе их нет, и это не сотрудники консульства. Полетаев сейчас сверяет их пальчиками участников презентации. Хорошо. Максим, приехал господин Юкин. Отлично. Инга, пошли. Я с вами? Зачем? У вас уже есть задание. Выполняйте. Я не понял. А что эта горячая эстонская дамочка тут рулит? Ну, просто у нас совместная группа. Инга главная с эстонской стороны. Но мы же не обязаны подчиняться иностранной гражданке. По-моему, она вообще какая-то неадекватная. Зато в работе профи. Кофе будешь? Сколько лет вы были женаты с Мартой? Восемь лет. Чуть больше. Познакомились в фонде? Да. Мы вместе создавали его. Марта всего полгода работала генеральным консулом. А до этого она руководила фондом. Как-то странно. Она в России, вы в Эстонии. Может, было за свободные отношения? Вы знали имена ее любовников? Мне бы не хотелось об этом говорить. То есть, вам не нравилось? Ну, я смирился. Как, собственно, и с тем, что Марта не хотела детей. Вот удивительное дело. Фонд помогал людям завести детей, а сама на детей не хотела. Такое бывает. Кстати, оппоненты критиковали их за это. У нее были враги? Да. Особенно среди сторонников так называемых традиционных семейных ценностей. Вы что-то от меня раскрываете? Дело в том, что тело вашей жены было размещено необычным образом. Она сидела за столом с тремя манекенами. Мужчина и двое детей. Так сказать, традиционная семья. Это мотивы ее убили фанатикой ортодокса. Когда вы последний раз говорили с ней по телефону? Что? Вчера? Она вчера. Она собиралась на презентацию и выставки. Вы не почувствовали в ее голосе тревоги, волнения? Нет. Она была весово шутила. Она получала угрозы? Да. 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 Когда я работала в фонде, и звонили, и писали на почту, на обычную, на мейл. У вас сохранились бумажные письма? Да. Когда вы приедете в Таллинн, наш сотрудник Гуннар свяжется с вами. Пожалуйста, передайте ему эти письма. Хорошо. Хорошо. А что, в одиннадцать дома? Как штык. Да. Как штык? Пока, папуля. Пока. Пусть и не вы, недалеко от Вантового моста спасателями был остановлен прогулочный катер, который двигался по направлению к дамбе. Прибывшие на место сотрудники следственного комитета не нашли на судне кого-либо из членов экипажа. Внутри плавсредства был найден труп генерального консула Эстонии в городе Санкт-Петербург Марты Андреса. Полиция пока не дает комментариев по данному вопросу. Переходим к другим новостям. Выяснены причины пожара в жилом доме номер 5 в улице Китинской, произошедшего сегодня ночью. По утверждению экспертов, разгорание произошло из-за неисправной промышленности. При этом издали... Привет. Проходи, спасибо, что быстро приехал. Висит? Да, опять висит. Не могу загрузить с первого раза. А, ну, сейчас исправим. Чай будешь? Нет, спасибо. А ужинать? Нет. Ну, тогда я не буду тебе мешать. Работай. Вера Петровна. Да. Я вам тут установил свежую программу. Вот тут ярлык. Нажимайте раз в неделю, она будет и лечить все, и вычищать. Спасибо. Сколько я тебе должна? Как обычно. Прошу. Проверяйте. Привет. Привет. Думал, ты уже не придешь. Какая сегодня легенда? Я на фитнесе с Олей. У нас два часа. Давай. Ну что, до завтра? До завтра. Мне приятно снова с тобой работать. Мне тоже. Здравствуй, Хельмур. Привет. Как прошел первый день? Накопали что-нибудь? Весь день опрашивали свидетелей. Пока никаких зацепок. Как Максим тебя встретил? Максим очень рад меня видеть. Сказал об этом два раза. А ты? Я тоже рада. Они расстались с Лизой. Максим переживает. Совсем грустный. Не жалко ему. Обычно так говорят о самых близких людях. Нет. Мой самый близкий человек – это ты. А Максим? Максим мой друг. Я тоже по нему соскучилась. Хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хорошо? Очень хорошо. Марта Андерсаа мертва. И мы, конечно, сожалеем об этой смерти, как о смерти любого другого человека. Но каким человеком была она? Давайте не забывать, что Марта пропагандировала ювенальную юстицию, отбирающую детей у родителей. Деятельность ее фонда была направлена на разрушение традиционной семьи. А ее личная жизнь была ярким примером саморазрушения. Ее страшная смерть – это закономерный итог ее жизни. Марта Андерсаа больше нет. Я надеюсь, что ее страшные идеи уйдут вместе с ней. Привет. А ты куда? На работу. Вот ключ запри и сдай на ресепшн. Давай хоть телефонами обменяемся. Хорошо. Напиши и оставь. А куда лодка ушла? На северный, на южный берег? Я за этим не следил, я снимал дочь. А это все попало в кадр случайно. Ну что ж, спасибо большое. Мы запись оставим себе. Да, конечно. Спасибо. Максим Сергеевич, разрешите, я лодкой займусь. Хорошо. С местными оперативниками опроси рыбаков, сторожей. Есть. А что с компьютером из дома Андерсаа? Есть распечатка из ее почты. Максим, ты сама развратница и других совращаешь. Господь защитит семьи, а тебя покарает. Фанатик-моралист. Что с алиби попало? Водитель подтвердил, что забрал его в семь утра. Ночевал он дома, соседи видели. Да, еще нашли машину Марты Андерса в паркинге торгового центра. Запись с камеры есть? Да. Давай. Вот она входит в паркинг в начале первого. Кто-то выключил камеру? Значит, преступник изучил это место. В отделение местным операм поступил звонок. Рыбак видел, что в районе Лисева носа печалила лодка. Оттуда вышел человек. Другой его встречал. Лодку они оставили. Поехали. Поехали. Я с вами. А вы уже изучили связь между Редниковым и Андерса, а? Да, нет у них никакой связи. Составьте отчет. Здравствуйте. 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 Расскажите, что у меня. Ну, их было боя. Один прошел на лодке, другой ждал машину. Машину поставил там. А цвет марка? Ну, в марках я не разбираюсь, а цвет серый. Серый внедорожник. А может быть вы запомнили номер машины? Запомнил и записал. Да. Мы нашли место убийства Марты Андерса. Это контейнер парков. Ясно. Спасибо. Спасибо. Поехали. Почему вы решили, что это кровь Марты Андерса? Да. Нашли женскую сумку, а в ней права на имя Марты Андерса. Так что, возможно, и кровь ее. Опять вы? Я же говорил, у меня пять компаний. Одна из них логистическая. Контейнер ваш? Мой. Не часто у вас здесь убийство в контейнерах происходит? Первый раз. Завтра утром контейнер должны были грузить в рейс. Сотрудники пришли проверить, все ли в порядке и обнаружили кофе. Он же закрывается. Не всегда. Должны, но иногда забывают. Сигнализация? Камеры наблюдения? Сигнализации нет. Камера только в офисе. Вообще, здесь ночью охранники должны дежурить. У кого ключи от склада? У всех сотрудников. Много их? Семнадцать. Я понимаю, ворота тоже не закрываются. Я не знаю. Я даже не знаю, кто первый пришел. Когда узнаете, сообщите. Обязательно. Слушайте, а вы скоро закончите? Меня клиенты ждут. Ничего, подожду. Вы же второй раз на мои глаза попадаетесь. Странно. Да? Вы уверены, что не хотите ничего добавить? Вы точно не были знакомы с Мартой Андерса? Да. Нет. Камеры в паркинге отключили в шесть минут первого. Следовательно, преступник поехал в порт вот этим маршрутом. Если отследим камеры, найдем внедорожник. Давайте искать. Максим, наследивший внедорожник принадлежит Поповой, жене владельца катера. А вот это интересно. А связь с Андерса? Все чисто. По крайней мере, я никакой связи вообще не нашел. Ладно. Посмотрим, что скажет жена. А вы можете объяснить, как ваша машина на том берегу оказалась? Нет, не могу. У меня ее угнали позавчера. Я сразу написала заявление в полицию. У вас машину угнали. У мужа катер. В контейнере, который принадлежит вашему супругу человека, убили. Не много лицевпадений? Видимо, нас кто-то с мужем хотел подставить. У них это получилось. Вы нас с мужем обвиняете в убийстве? Бред какой-то. Я вам настоятельно рекомендую в ближайшее время покидать город. Я по городу могу хотя бы передвигаться? Это пока не домашний арест. Можете. Это слишком просто. Кто-то хочет подставить Попова. Ну, проверить-то их надо. Да. Что? Ты молчишь? Это тебе не свойственно. Ты обдумываешь версии? Ну, не совсем. Ты знаешь, может мне нужно съездить в Тарвус? Зачем? Психологи утверждают, что по прошествии какого-то времени нужно встречаться с преступником и… Доказано, что это имеет позитивный эффект только если преступник признает свою вину. А Тарвус этого делать не собирается. Наверное, ты права. Да. Я права. Это плохая идея. Да. Плохая. И в финале нашего выпуска криминальные новости. Вчера утром в Санкт-Петербурге совершено дерзкое убийство консула Эстонской Республики, Марты Андерсаа. Для расследования этого преступления в Петербург выехала старший комиссар Инга Верма. Она работает в тандеме с российским коллегой, следователем по особо важным делам Максимом Казанцевым. Это уже второй случай их совместной работы. Год назад Верма и Казанцев успешно расследовали цепочку убийств в России и в Эстонии, совершенных серийным убийцей Яном Тарвусом, который в данный момент отбывает наказание в тюрьме Виру. Марта Андерса занимала пост консула всего полгода. До этого она много лет руководила фондом помощи детям, оставшимся без попечительства родителей. Да. Отпечатки, обнаруженные в лодке, принадлежат ранее судимым Сафронову и Еремину. Они сейчас занимают заброшенный завод под Лахкой. Но я на другом конце Петербурга. ОМОН уже выехал? Тогда задерживайте, везите управление, там допросим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы поговорим с вами об озаболенном убийстве младенцев. Безусловно, женщины, которые идут на аборт, грешницы. Но врачей, которые решаются делать эти аборты, иначе как палачами назвать нельзя. И самый печально известный палач в нашем городе – это женщина. Женщина-гинеколог Ирина Александровна Баранцова. Она возглавляет специализированную клинику, где убийство детей поставлено на поток. Только вдумайтесь в эту цифру. В прошлом году в ее клинике было сделано 325 абортов. То есть Воронцова лишила жизни 325 младенцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максим, Еремин убит в перестрелке. И Сафронов сдался. Он в допросной? Да, Грибков допрашивает. Почему он? Он сказал, чтобы время зря не терять. Принято, давай. Я не понимаю, о ком вы говорите. Что вы здесь делаете? Максим Сергеевич, я уже как раз начал. Спасибо. Мы продолжим. Давай. Итак, Сафронов, вы убили Марту Андреса. Я не убивал. У нас с Еремой не мокрошный бизнес был. Мы только лохарские яхточки шерстили. Но вы не отрицаете, что вчера утром вы были на катере? Не отрицаю. С какой целью? С целью грабежа. Спустился в трюм, вижу, там семейка. Пригляделся, а там трупах. Ну, я и свалил оттуда. Значит, труп там уже был? Да. Угу. Машину куда дели, на которой приехали? На запчасти скинули. Ствол где взяли? Ясно. Давайте, пишите все. Подробно. Здорово, Труханович, зацени. Дубинки. Чего ты подтираешь? Приключения новых лузеров. Вот стой. Народ, я в ауте. За пауки а три просмотра. Автор выпинья, ну отдал. Отдыхай. Ща, погоди, мы сейчас апгрейд сделаем, потом еще спасибо скажешь. Отдай, Грибков. Вали, пока мы тебя в аватарку не подправили. Вали, пока мы тебя в аватарку не подправили. Ну, что ты? Он не выполнил твое распоряжение. Почему ты делаешь вид, что не замечаешь, потому что он сын генерала? Вот это здесь совсем ни при чем. Ни при чем. Привет. Привет. Ты че такой грустный? Ничего. Да ладно, я же вижу. Девчонка отшила. С парнями поругался. Да нет, нормально все. Сафронов в убийстве Марты не сознается. Он не убивал. Ни на катере, ни на трупе его отпечатков нет. Стерли? Это сомнительное предположение. Я просто выдвигаю версии. И мы еще не проверяли машину Поповой. Никаких следов крови в ее машине обнаружено не было и отпечатков даже нет. Рассмотрим другие версии. А почему вы с такой легкостью отбрасываете мои версии? Потому что это не версии, а сомнительное предположение. У вас есть версии? Уже нет. Витя, мы опросили гостей, никто не видел с кем и во сколько Марта ушла с презентацией. Кирилл? У всех, кто имеет отношение к угнанному катеру, железное алиби. Никаких пересечений с Андерсаа. Ворота логистической фирмы были закрыты. Никаких следов взлома не обнаружено. Но преступник как-то попал на территорию фирмы. Значит, у него были ключи, либо... на любом Бэтмен. Он не Бэтмен. Он может быть профессиональный взломщик. Потому что он угнал катер и пробрался на территорию логистической фирмы. То есть, ты считаешь, что он в этой фирме не работает? Нет. Что, и проверять не будем? Будем. Хорошо. Что у нас по фонду? Твои работают? Да. Что еще? Грибков, вы составили отчет об отношениях Редникова и Марты Андерсаа. Естественно. Пожалуйста. Сочинение в пяти томах. Это не пять томов. Почему так мало документов? Да потому что у них нет отношений. Одни пальцы в квартире Андерса совпали с отпечатками Редникова. Вы говорите, что у них нет отношений? Ну, видимо, он их хорошо и скрывал. Видимо, вы плохо делаете свою работу. У нас бы в Эстонии... Мы не в Эстонии. Так, прекратили. Все на место. А не пора ли нам встретиться с этим Редниковым? Кирилл, давай его сюда. Как вы объясните, что в квартире Марты Андерса найдены ваши отпечатки? Я был у нее дома один раз. Она показала мне картины друзей художников. Я купил несколько. Вы врете. В квартире Андерса много ваших отпечатков. Вы были любовниками? Нет. Мы просто были друзьями. А почему вы не сказали сразу, что вы дружили с Мартой? Что бывали у нее дома неоднократно? А вы бы мне поверили? Никто не верит в дружу между мужчиной и женщиной. Где вы были позапрошлой ночью? С часу до шести утра? На презентации до начала первого. Потом поехал в клуб. Был там до утра. Утром водитель отвез меня домой. Ты куда? Я к Петьке ненадолго. Утром водитель отвез меня домой. Утром водитель отвез меня домой. Снимать будем? Снимай. Что за фигня? Бенек, ты дебил! Снимай! 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 Помогай! Снимай! Ну что, до вечера? Я соскучилась. Соня, извини. Сегодня никак. Дипломники. Сейчас быстро перекушу, вернусь на кафедру. Думаю, проторчу. Здесь часов до десяти это менее. Давай на завтра отложим, хорошо? Ладно. Пока. Жень! Ты чего здесь? Ой, злил. Ничего толком не объяснили. Зачем им еще один допрос? Уточняли. Чего ты просто устал? И тебя не можешь? Есть. У меня знаешь, как исполнилось? Ничего. Да. Редникова проверили? Да. Просили водителя и официантов. Все подтвердили его алиби. Всю ночь был в ночном клубе? Да. Да. Адгурн, что слышно? Разговаривали с мужем Марти? Да. Томас Юрген передал письма с угрозами в ее адрес. Они их изучают. Так. Я поехал. Если я не приеду на день рождения, Лиза будет сердиться. Это неправильно. Привет семье и наше поздравление. Спасибо, парни. Может, оставишь мне компанию? Но я не член вашей семьи. А ты наш друг? Хорошо. Всем пока. Хорошо отдохнуть. А можно в аппаратной тишину организовать хотя бы за секунду до эфира? Спасибо. Девушки, не плаваем и растекаемся по древу. Здравствуйте. В эфире ток-шоу «Триптих». И я его бессменный ведущий Игорь Белый. И сегодня у нас в студии известный блогер с несметным количеством фолловеров Вера Петровна Попова и руководитель клиники женского здоровья Ирина Александровна Воронцова. И поводом для нашей сегодняшней встречи явилось выступление Веры Петровны дерзкое, гневное. Выступление, обвинение в своем блоге. Вера Петровна, трибуна ваша. Да, добрый день. Спасибо, что пригласили и дали возможность еще раз высказаться. Мне как мать, как женщину, наконец, как гражданку России не может не волновать проблема абортов в нашей стране. Я убеждена, что врачи, которые способствуют этому, это врачи-убийцы, это врачи-палачи. И самый главный палач нашего города – это Ирина Александровна Воронцова. Будь им толерантными друг с другом, ладно? Хорошо, Игорь, я постараюсь, но сейчас я приведу данные статистики, назову вам всего лишь одну цифру. Только в прошлом году в клинике госпожи Воронцовой было совершено 325 абортов. Я слышу то же самое, что и телезрители по ту сторону. 325 крохотных жизней? Да, это официальная статистика. Но госпожа Попова забыла пояснить, что наша клиника крупнейшая в Петербурге. У нас работает 47 специалистов. К нам обращаются со всей области с самыми сложными случаями. Иногда здоровью или даже жизни беременной женщины угрожает реальная опасность. Аборты – это аморально, аборт – это преступление. Я считаю, что аборты нужно забить. А давайте все-таки предоставим женщинам самим решать, рожать им или нет. Современная медицина позволяет провести крирование беременности почти на 2 лет на их безопасности. Но сейчас для этого пользуются новые по-саминологическим веществом. ТАВИЧЕРСЫ Извини, исчез. ТАВИЧЕРСЫ ТАВИЧЕСКОЛЬЕ Так вот, это твои дипломники? ТАВИЧЕРСЫ Зачем ты мне врал? Я не врал. Я действительно думал, что у нас очень серьезно, а то он встретил опять. Зачем ты со мной продолжал? Я хотел тебе сказать, не знал как, боялся травмировать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Балет? Да нет, почти. Держи. Герой. Паша, а ты зачем это сделал? Я хотел, чтобы они меня в компанию приняли. Что за компания? У тебя в школе? В телефоне есть фотография? У меня есть. Покажи. Отвали. Показывай. Главный кто у них? Санек. Пойдем. Пойдем. Привет, Максим. Привет. Вот, Инга. Знакомься. Это Катя, это Леша. Наоборот. Леша, это Катя. Видишь, папа вообще ничего не знает. Это Анна. Золотой человек. Без нее мы никуда. Наша помощница. Это Инга Верма. Мой коллега из Эстонии. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда? А Лиза готовит. Имененница заждалась. А Сонечка приболела, но я дала сиропчик. Спасибо. Пойду. Правда, милый? Обожаю детишек. Почему? Ну, как? Это же дети. Их нельзя не любить. А вы здесь живете? Ну, а как по-другому? Я же им как вторая мать. Максим бывает редко, без работы. Так что без меня бы они не справились. Они бы наняли другую няню? Ну, такую, как я, найти непросто. А у вас особое образование? Нет, но вы же слышали, что Максим сказал? Что бы они без меня делали? Он имел в виду не лично вас, а ваши профессиональные услуги. Лично вы вполне заменимы. Позвольте. Папа, почему ты не приходил? Работал. Теперь будешь приходить почаще? Как же ты так заболел-то, а? Может, пойдем сходим на праздник? Нет, я не хочу, я спать хочу. Спой. Как ты выздоравливай, ладно? Угу. Почитать книжку тебе? Вот эту. Откуда у тебя такая красивая книжка, а? Ты забыл? Это ж мне Дениска подарил. Тихо, 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 Санюк. Я брат Пашу Дубинину. Я тебе ничего не сделал, если ты сам не напросишься. Давай так, я сейчас отпускаю свою руку, а ты мне обещаешь, что не будешь орать. Я когда маленький был, пацаны не хотели брать меня в игру. Было очень обидно. Учителям не говорили, ну, детей же не застаешь дружить друг с другом. Но я считаю, что они ошибались. Ты как думаешь? Слушай внимательно. С этого дня ты перестаешь издеваться над моим братом и своих шакалов предупреди. Усек? Я не требую от тебя навещать Пашку, но когда он вернется, ты с ним реально подружишься. Иди. Что? Ну, смотри. Пошел. 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 Ну, а чего вы Светочку не гасите, а? Какую Светочку? Мы тебя ожидали. Три-четыре. С днем рождения! Тише! С днем рождения! С днем рождения! Дай трещинку. Гатя! Скажи спасибо тебе, Инга, за торт. Спасибо. Мы покупали это вместе с твоим папой. Ну, что, спят? Иди к нам. Аннушка у нас такая молодец, так нам помогает. Сядись. Тетинка, приходите на спектакль в детский сад к Ване. Он играет на ФНАФа. Спасибо. Я не люблю спектакль, я не люблю детский сад. Мне пора. До свидания. До свидания. С днем рождения. Спасибо. Проверяйте. Ваня, все расстались. Давайте выкусывайчик положим. Соня. Соня, что случилось, а? Соня, ты чего шумеешь? Соня! Соня! Открой дверь! Соня! Что ты как маленький? Ну, открой дверь. Объясни, что случилось? Спасибо, Максим. Хороший праздник получился. Даша очень довольна. Пожалуйста. Соня, пожалуйста. Ну, ладно. Ну, ладно. Мне пора. Ну, давай. Продолжение следует... ЗВОНОК В ДВЕРЬ Встретимся? Привет. Как здорово, что ты позвонила. Приезжай сейчас ко мне. Хорошо. Записывай адрес. Сейчас. Диктуль. Кронверский проспект 20. Подъедешь, позвони, я тебя встречу. Хорошо. КОНЕЦ 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 Ну как? Нравится? Садись. Вина будешь? 上 겨ту. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, он все время же делает инсталляции, раскладывает вокруг трупа манекены. Куклы. Вы знаете, я не против. Значит, инсталлятор. Есть непопытный момент. В Воронцовой вырезано сердце. А чем различаются эти убийства? Ну, Марта Андерса была сначала усыплена. Потом, спустя некоторое время, заколотался предметом сердце. А смерть Воронцовой наступила от удушья. Судя по всему, преступник напал у нее сзади, задушил. После этого уже и взбег сердце. В том и другом случае куклы, инсталляции. А почерк разный. Может, убийца любит разнообразие? Нет, не факт. Место убийства Андерса показывали по телевидению. Имитатор. Может быть. А ее личная жизнь была ярким примером саморазрушения. Ее страшная смерть – это закономерный виток ее жизни. Марты Андерса больше нет. Я надеюсь, что ее страшные идеи уйдут вместе с ней. В черном списке Поповой человек пятнадцать. Ну что? Похоже, она на убийцу. Она может быть подстрекателем. Посмотри блог Поповой и выяви самых активных подписчиков. Почему весь мой блог? Я вообще не вижу никакой связи. Убиты два человека, о которых вы негативно отзывались. Почему два? Сегодня утром нашли тело Воронцовой. Ужас какой-то. Не замечали? У вас, случайно, нет каких-нибудь яростных подписчиков? Нет, не замечала. Я не говорю ничего такого, что можно рассеивать, как призыв к насилию. Тем более, я не несу никакой ответственности за действия моих подписчиков. Вот именно. Мутная парочка. Контейнер, катер принадлежит мужу. Жена подстрекала. Убийство Марты, да и Воронцова тоже. Надо организовать за ними слежку. Сейчас Кирилла задача. Пойдем поедим. Втра ничего не жал. Я здесь кафе хорошее знаю. Да. Да. Ворот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марта Андерсава мертва. И мы, конечно, сожалеем об этой смерти, как о смерти любого другого человека. Но каким человеком была она? Марта Андерсава больше нет. Я надеюсь, что ее страшные идеи уйдут вместе с ней. Это врачи-убийцы. Это врачи-палачи. И самый главный палач у нашего города – это Ирина Александровна. Ирина Александровна Воронцова. Ирина Александровна Воронцова. Ты что тут делаешь? Это в логерше. Она ругала врачиху и еще одну женщину – эстонку. А теперь и врачиха, и эстонка умерли. Ирина Александровна Воронцова. Ирина Александровна. Ирина Александровна. Ирина Александровна. Ирина Александровна. Ирина Александровна. А это значит, что я кого-то убиваю. Как у тебя с Лизой? Налаживайте. А если что-нибудь пойдет не так, уйдешь. Во! У меня нет такого опыта. Я ни с кем никогда не жила. Заодно опыт появится? Да. Алло. Это Попова. И я тут получила странное письмо. И вот я перешел от их слов к делу. Чтобы вы убедились, как я вами восхищаюсь. И я от вас ничего не требую. Но для меня очень важно, чтобы вы подтвердили, что я все сделал правильно. Дайте мне ориентир. Кто следующий? Спасибо, что позвонили. Романы Тарасова многие издатели называют эротическими. Но на самом деле это откровенная порнография. Завтра утром Тарасов улетает за границу на очередную книжную ярмарку с новыми пасквелями, позорящими нашу страну. И я хочу вас спросить, сколько еще мы должны терпеть подобные издевательства над нашей моралью? Неужели никто его не остановит? И в заключение я хотел бы обратиться к одному из своих подписчиков. Я получила ваше письмо. И очень за него благодарна. В письме вы задаете мне вопрос. Я дала ответ. И мне кажется, вы его поняли. Максим, он появился. Принял. Вы умеетесь. Что как договаривались? Мне очень-то приятно себя в руле на жирке чувствовать. Мы рядом. Открыто! Добрый вечер, Эльдор Тарасович. Заходи, Джордж. А че ж ты, пацанка? Это ж какое-то недоразумение. Виктор Денисов, скажите им. Добрый день. Вы знаете этого человека? Да, это Джордж. Георгий Будасов. Он заходит ко мне, периодически рассказывает мне истории, которые я потом использую в своем романе. У него богатый опыт по амурной части. Но на сегодня мы не договаривались. Вы подозреваетесь в покушении на убийство? Ну, уведите. Отпустите меня! Я жду чего не делал! Спасибо. Что? Если он не врет. Электрик. Электрик. Проверен на первом торже. Продолжение следует. Электрик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 с телефоном, оставьте сообщение после сигнала. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет. Здрасте. Старший лейтенант юстиции Грибков. Николай дома? Нет. А где он? Ушел. И когда вернется? Не знаю. Это сам-то кто? Я Пашка. Позволь-ка, Пашка, я все-таки проверю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы с братом одни живете? Да. А родители где? Умерли. Точно не знаешь, где он? Нет. Посмотри, я что соврал. Ладно, подождем. ПРОХОВОД 우리나라 ТОРМА ТОРМА А что, твой брат компьютерами занимается? Что это? ТОРМА 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 Пошли! Стой, ты бил! Еще один, я плачка! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Максим Сергеевич, я хотел задержать преступника. Это Дубинин, который компьютер Поповой чинит. И? Ушел, гад. И младший брат его тоже сбежал. Понятно. Вить, проверь телефоны Дубининых, объявляй их в розыск. Хорошо. Максим, Грибков постоянно нарушает устав. Ты сейчас это оставишь? Прекращай. Пойдем, пойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Квартиру осмотрел? Не только бегло. Я Дубинина искал. Никого не надо было искать. Как только вы узнали адрес Дубинина, нужно было сообщить его нам. Давайте вы себе в Эстонии будете решать, кто там что должен. Тихо. Вы действуете непрофессионально и не умеете работать в коллективе. Что вы себе позволяете? Максим Сергеевич, почему я должен этого слушать? Значит так, старший комиссар Вермы имеет такие же полномочия, как и я. Ясно? Ясно. Все? Никакого наказания? А что я должен был сделать? Наказать. Его ошибки нам дорого стоят. Давай Дубининым заниматься. Мы могли выйти на него через брата. Но брата он тоже упустил. Ну хватит. А кого он подозревает в предательстве? Кто его сдал? Попова? Да. Поехали. Я перезвоню. Попозже кто-то пришел. Юра Петровна, у меня беда. Помогите. А что у тебя случилось? Я сделал все, как вы мне говорили. Я наказал Воронцову. Я пытался наказать Тарасова, но он как-то узнал, и там была полиция. И они пришли ко мне домой, и они меня обложили, Вера Петровна. Но я же все сделал правильно. Я же все сделал, как вы мне говорили. Да, Коля. Конечно. Хочешь, я тебе чаю сделаю? Чаю? Нет. Вы мне поможете? Конечно. Проходи в гостиную. Вы только никому не звоните? Нет. А где все ваши? На даче. Да. Атубинин пришел ко мне. Моя дочь Карина. Едет домой. Пожалуйста, задержуйте ее. На, Тамара. Я перезвоню тебе позже. Кому звонили? Я же просел. Мам! Карина, беги! Пошла! Пошла! Мама! Ты мне не дала выходи за дверь! Войди отсюда! Коля! Коля! Стой дверь, пожалуйста! Прошу тебя! Коля! Этого добивалась, тварь! Послушай меня, пожалуйста, я тебя очень прошу. Он с моей дочерью не обманул, что он понял, что я вам помогаю. От двери отошли, я убью ее! Такой, да. Поговори с ним. Дерочка, а что тут происходит? Соседка. Иди за Ивановна. Инна Ивановна, а у вас окна в отверх уходят? Зачем вы, собственно, спрашиваете? Великолепно! 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 Дубинин! Меня зовут Инга Верма. Я старший комиссар эстонской полиции. У вас были мотивы убивать Андерса и Воронцова? Убивать Карину мотива у вас нет. Будет лучше вам, если вы отпустите Карину. Что ты делал у вас? Как можно все так врать? Тварь! Как же ты тварь? Все, я уже надоел. Я не хочу слышать тебя. Стой спокойно, я сказал. Стой спокойно! В общем, да! Послушайте меня внимательно! Ведаа! Не ADAM! Не напиши по-азelen! Не проп interconnectи! Объд Sie п Blaza! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это служебная записка. В ней перечислены все нарушения Грибкова. Но этого мне еще не хватало. Ну что? Ты его прямой начальник. Это официальный документ, на который ты обязан отреагировать. Хорошо, я отреагирую. Мишка, Павла, что с презентацией? Нормально, все уже почти готово. Остались какие-то мелочи. Слой ходит по городу, будто посла убили у нас в галерею. Так что послезавтра все должно быть идеально, чтобы перестали говорить про Марту и начали говорить про экспозицию. Я вечером села съезжу в галерею, все проверю. Хорошо. Всем приятного аппетита. Отдать этот суп не буду. О, начинается. Кушай, Миш, супчик полезный. Не хочу. Вечно ты с ним сюсюкаешь. Мишка, не будешь есть, умрешь. Миш, не слушай его. Ты зачем ребенка пугаешь? Ешь суп и помнишь, что я тебе сказал. Руки убери. Не ори на меня. Олег, держись его в руках. Что ты мне ребенка доводишь? Да это ты его избаловала. Олег, держись его в руках. Да что все? Олег, Олег. Достало. Мишка, не хочешь есть, не ешь? Я хочу. Ну, это что было? Он после больницы стал какой-то дерганый. На себя не похож. Не умудрено после такой аварии. Ты обещал бы с ним помягче. Я стараюсь, Женя. Он провоцирует. А что вы в психиатру звоните? Не перегибай. А теперь я не умру. Вороншова убийца. Она делала аборт, убивающий у нерожденных детей. А я ее остановил. Зачем вы вырезали ей сердце? Это символ того, что у нее нет сердца. Но у Марты Андерса вы ничего не вырезали. А при чем тут Марта Андерса? Ее и не убивал. И Марты, и Воронцовы были не просто убиты, а казнены. Вместо казни было обставлено как инсталляция с манекенами. Манекены я увидел по телегу в репортаже про убийство Таистонки. Мне эта фишка понравилась. И я тоже обложил Воронцову куклы. Фишка. 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 Ну что, меня проверяете? Ты вообще о чем? Да ни о чем. А что ты приперся-то? Что дома не ночуешь? Не могу. Там кое-что случилось. Ну, ладно. Пошли. КОНЕЦ КОНЕЦ ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Потрясающее пространство. Каждый раз поражаюсь, как здесь все гармонично организовано. Тут важно все. Освещение, как и где различные картины. И вот если все это сделано правильно, то возникает ощущение гармонии. Здесь оно меня не покидает. Я здесь часто бываю, а потрясающая галерея. Таких на Спитере больше нет. А вы... Я? Простите, Паула, из типографии привезли репродукции для новой статьи. Спасибо, я посмотрю. Так вы Паула Редникова, хозяйка галереи? Да. Черт, простите, как неловко получилось. Что, мне очень приятно. Все-таки освещение, местоположение картин, да все здесь. Выбираю, разрабатываю, я сам. Выставка еще не открылась. Там дверь была открыта, поэтому я и вошел. До свидания. Приходите на открытие. Обязательно приду, спасибо. Там вход только по приглашениям, я могу вписать ваше имя. Жорж Георгий Будасов. Очень приятно. Оставлю администратора. До свидания. Привет, Наташа. Что интересного? Привет. С сестрой моей поработаешь? У нее день рождения. Понял. Как зовут сестру? Оля. Ориентируйся на завтра. Хорошо. Хм. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Владимир Николаевич. Да, слушаю вас. Я отец Сони Соколовой. А, что вы хотите от меня? Перестаньте морочить голову моей дочери. Слушайте, у нас ничего не было. Так, легкий флир, причем только с ее стороны. Она приходила к вам домой. А вы это знаете. Простите, как вас зовут? Геннадий Андреевич. Послушайте, Геннадий Андреевич. У вас очень развитая дочь. Чтобы близко к нему приходил. Понял? Младший Дубинин проявился. Так. Позвонили родители его одноклассников, он вот здесь. Ну, пусть сообщенька заберет пацана. Вызови его, тетку. Мы нашли полтора десятка почтовых открытых с повторяющимся текстом, полученных Мартой Андреса. Этот парень посылал их примерно раз в два месяца. По обычной почте. Из разных городов Эстонии без обратного адреса. Что в письмах, угрозы? Не совсем. Цитирую. Я слежу за тобой, Марта. Ты поступаешь неправильно. Мы созданы друг для друга. Нас соединил Господь. Он дал нам знак, а ты пошла против его воли. Господь такого не прощает. Ну и дальше все в таком духе. Отвергнутый, обиженный, одержимый. И, судя по тексту, способный на месте. Вы его вычислили? Да. Это Аксель Муст. Одноклассник Марты. И родные, и знакомые. Все говорят о том, что он всю жизнь любит Марту Андреса. Страсть на грани помешательства. Фактически болезнь. Что еще говорят знакомые? Лузер. Социопат. Работал сторожем, почтальоном, лесником. То есть там, где общение с людьми минимально. Выяснили, где он сейчас? Пропал. Сразу после поездки в Петербург. Кстати, он был там. В день смерти Марты Андреса. Он мог ее убить. Павлик! Тетя Нина! Инна, у тебя большая семья. Зачем ты спрашиваешь? Просто хочу узнать о тебе побольше. Сестра умерла. С родителями я не общаюсь. Почему? Это было давно. Ей было 14 лет. Она бросилась под поезд. Понятно. Все, я закончила. Можем заняться сексом. Ань, привет. Здравствуйте, Максим. Как у вас дела? У нас все хорошо. Как детвора? Соня стала лучше. Все нормально. Алиса далеко? Алиса спит уже. А, понял. В общем, все нормально. Да, все хорошо. Ну, ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. А что ты делаешь? Ну, вожу порядок. Зачем? Ну, здесь нельзя ходить. И где ты еще успела убраться? В прихожей? Инга, вообще-то так не делается. Это мое рабочее место. Я же потом ничего не найду. Ты могла бы и со мной посоветоваться. Инга, Аксель Муст прислал еще одно письмо на имя Марты Андерса. Причем обращается к ней как в живой. Что в письме? Оно очень путанное. Но, судя по всему, он обещает к ней прийти. Я так понял, на похороны? А когда похороны? Похороны сегодня, в три часа дня. Я еду. Попробуем его задержать. Так. Что у нас по Мусту? Он приезжал в Питер. На следующий день после убийства Андерса вернулся обратно в Эстонию. За последний год был в Петербурге три раза. Нигде не наследил. По Дубинину? Мы провели с Савченко повторный допрос, но с тем же результатом. По-прежнему отрицают убийство Марты Андерса? Да. Значит, у нас два убийства. Абсолютно разные по почерку. Дубинин не инсталлятор. Фаранцов его единственная жертва. А Андерса убил кто-то другой. Возможно, Муст. А все равно надо проверить всех людей из блога Поповой. Петь, займись этим. Делаем. Поехали в Таллинн. Всем пока. Что-то ты скромненько сегодня справляешь. Что Вадим подарил? Удивил? Удивил. Оплатил операцию по подтяжке моей груди. Придурок. Больше унижения не испытывал никогда. Ну, наверное, не просто так это сделала. Видимо, были какие-то причины. Да, я говорила, что мне не нравится моя грудь. Мне много чего не нравится. Уновес на террасе не нравится. Он же не торопится его менять, да? Все с вами понятно. Тогда мой подарочек тебе очень подойдет. Что это? То, что доктор прописал. Скорая сексуальная помощь. Да ну тебе, ты помешана на сексе. Ну и что? А ты тоже не теряйся. Вот этот мужчина, он полюбит тебя такой, какая ты есть. Да он меня просто трахнет, и все. Ну да. Это же прекрасно. А еще он с тобой пофлиртует. А еще он сделает то, от чего Вадим давным-давно отклонивает. На вес поправит. Практически. С днем рождения. Спасибо. Привет. Ты куда это? Опять на семью пропускаешь? Не хочу тебя больше видеть. А ты помнишь, что завтра последний день сдачи курсовой? Ну, что в конце сместа? Ясно. Почему в очках? Ты же не носишь. Потому. Фигасе. Кто же это тебя так? А это у отца своего спроси. Это он тебя? Молодец какой. Хоть кто-то за меня заступил. Слушай, Соня, я думал, ты взрослый человек. Я думал, ты понимаешь, что наши отношения касаются только нас двоих. Чего ты его натравила на меня? Никого не натравила. Больно мне это надо. Ладно. Пока. Привет, спирантки. Здравствуйте. Прошу паспорт. Здравствуйте. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Я думаю о том, о чем я хочу думать. Счастливо. Как-то глупо получилось. Даже не поблагодарил, как следует. Если бы тогда ты в Тарусе не выстрелил, он бы нас взорвал. Да. Спасибо. Да. Ну вот я жив. А зачем? Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Я Гуннар? Да, Гуннар. Мы взяли Алекса Муста на кладбище, пытался покончить с собой. У него легкое ранение, перевязываем, и везем в отдел. Хорошо. Мы проехали границу, скоро будем. Че там? Взяли Муста на кладбище, и он попытался покончить с собой. И че? Легкое ранение сейчас на перевязке, скоро привезут в отдел. Мы успеем. Хорошо. Почему вы убили Марту Эндерса? Я не убивал. Я любил Марту. Гуннар? Уведи подозреваемого, и позови врача. Аксель, пойдемте. Он не похож на убийцу. Почти все одинаково. Ты за все заплатишь. Жди. И Густа. Что с телефоном Густа? Ничего интересного. Ничего интересного. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушаю вас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Но я не уверен, что тебе надо с ним встречаться. Даже не ловите Штароса, такое невозможно опростить. Я просто думал, если с ним увижусь, то может меня отпустят? Ну ладно, я поговорю с руководством, но не думаю, что ответ будет положительным. Ну, на этом тоже спасибо. Инга, что ты думаешь об этой затее? Иногда в своем отчаянии нужно дойти до края, чтобы освободиться и жить дальше. Ого, да ты у нас философом стала. Я это прочитала в книге. Ладно, я тебя понял. Как ты устроилась в Петербурге? В гостинице живешь? Нет, я живу у Кости. Это мой новый партнер. Надо же, ты меня удивляешься больше. Ты же никогда никому не переезжала. Да. И как тебе? Нравится? Костя очень хозяйственный. Хорошо готовит. И у нас регулярный секс. Ну что ж, тоже немало. Ваши газеты. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Может быть, выпейте что-нибудь? Чай, кофе, вино? Может, бокал вина? Хорошо. Спасибо. Может быть, больше охладить? Перестаньте, Ольга. Вино прекрасное. Все хорошо. Расслабься. Мы будем делать только то, что ты хочешь. Хочешь, чтобы я был главным? Нет. Нет. Знаете, вам лучше выйти изменить. Может, тебе нужно еще уговаривать? Нет. Хватит. Хватит. Ну, хорошо, хорошо. Я заплачу за визит. Ну, и зачем ты это сделал? Кто тебя попросил-то? Я не понимаю, это о чем? Убитворяюсь, у него фингал под глазом. Просто поговорили по-мужски. Да мне плевать на него. Ты ему это скажи, как ты про него узнал? Что, ты следишь за мной? Да нет. Твоя почта была открыта. Ты что, рылся в моей почте? Это же моя личная жизнь! Соль, послушай, твой планшет лежал здесь, на столе. Я пил чай, но и... О! Папа, папа! Ты куда? На фитнес! Так поздно? КОНЕЦ! Субтитры создавал DimaTorzok Что ты читаешь? А по-русски? Как наладить личную и сексуальную жизнь? И зачем ты это читаешь? Учусь. Чему? Как наладить отношения. У тебя это и так неплохо получается. Учусь. Алло. Слава Богу дозвонилась. Ты долетел? Нет еще. Нет, Оль. Я еще в Москве. Опоздал на рейс. Пришлось менять билеты. Как раз посадка началась. Ты не жди меня. Ложи спать. Ладно? Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо. Спасибо. Учусь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Да... Продолжение следует... 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 Что-то. Я сейчас вновь на плаву. Молодец. Женя, с тобой хочет поговорить… Виталий? А Ларионова из комитета по образованию там… Пойду пообщаюсь. Надо пообщаться. Что ты здесь делаешь? Как что? Пришел поздравить вас с новой экспозицией. Здорово. Спасибо. Нет, ну правда, замечательная выставка. Как ты сказала, это самое дорогое. Приятно было слышать. Издеваешься? Нет. Почему? Потому что мы оба прекрасно знаем, что пять лет назад эти картины были твоими. Ну, ведь ты тоже была моей. Поэтому приятно было слышать. Ты отлично выглядишь. Правда? Спасибо. Как дела? Ты знаешь, у меня все хорошо. Рад за тебя. Никогда бы не подумала. Не подумала, что выкарабкаюсь. Если честно, то да. Это теперь настоящая знамятость. Книги, лекции, телевидение. Перестаньте. Это просто новый вид бизнеса. Книги, лекции, 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 лекции. Так что, вас еще интересует подряд на застройку рощи в Ленобласти, о которой мы говорили? Естественно, Зая Михайловна. Тогда не тяните с пожертвованиями нашим детишкам. У меня, собственно, все готово. Отлично, у нас тоже. Один звонок и подряд у вас в кармане. Тогда ваш должник звонит вам? Ну, еще какой. Только долг надо бы отдать сегодня. Я скажу Пауле и закажу столик. Отлично. Отлично. Кто это? Костя. Не хочешь с ним разговаривать? Не могу. Много работы. А он где работает? Не знаю. То есть ты приехала к нему жить и не знаешь, где он работает? А нужно знать. То есть тебя не интересует его работа? Нет. Я плохая любовница? Про любовницы я не знаю, но... А он интересовался, где ты работаешь? Да. Вот. Работа – это часть его жизни. Если ты поинтересуешься, где он работает, то он будет понимать, что он тебе интересен. Хорошо. Максим Деддомовцев подопечных Бондаренко привезли. Двое в коридоре, а один уже в допросной. Ребят, я сегодня не могу. У меня у детей спектакль. Можно без меня, а? Конечно, поезжайте. Мы справимся. Да, Инга? Да. Спасибо. Я могу одна. Я не сомневаюсь, но вдвоем веселее. Это дом поросенка или крепость? Дом поросенка и должен быть крепость. Кхе-кхе-кхе. Ты что, собался воевать? Да. С кем же? С серым волком. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе! А каком волком он говорил? Ведь волки могут быть только на картинках и книжках. А если я встречу волка, то я как его за ухо дерну, а я его свяжу и сделаю вот так. А я тут на него, на, прыгну! Я обожаю мясо маленьких порошат! Молодцы! Браво! Отлично! Браво! Извини, не успел, но соврал. Как всегда. Папа! Ну привет, самый смелый поросёнок! Самый хороший поросёнок! Красавчик мой! И надолго вы, может, собирались отметить? Я знаю, извини, но это важно. Вернусь поздно, наверное. Ясно. Скажи, ты же Уравлёва пригласила? Нет, я думала, ты? Странно, такое впечатление, будто нас специально столкнули. Да он сейчас вип-персона, наверное, как-то из пресс-лужины. И выглядит неплохо для бывшего алкаша. Олег! Ты мне понадобишься. Поехали. Так скажешь, папа. Ну что, всем бросили? А может, продолжим вечеревоспоминания? Ты хитрый же. Да я всегда был хитрым. Вот теперь я ещё стал непьющим. Какая завидная партия. Повезёт кому-то. Ну что, погуляем? Мы собирались отметить открытие выставки. Ну, я готов составить тебе компанию. Что-то такое слышала, как один парень нахамил Бондаренко. Тот не сдержался, ударил его по лицу. Фамилию парня запомнили? Нет. Вы сами видели, как он кого-то бил? Не видела. Само Пётр Васильевич был очень доброжелательным. Дети его боялись. После одного случая я вообще стал носить с собой газовый баллончик. Что за случай? Я отказался прыгать через козла. Нога болела. Ну и Бондаренко меня избил. Вы пытались ему отомстить? Я не мстительный. А другие? Может быть, слышали, что кто-нибудь хотел отомстить Бондаренко? Нет. У нас не было принято говорить о подобных вещах. Мы с вами неплохо поработали? Да. Вот видите, а вы боялись. Я не боялась. Я сомневалась в ваших навыках допроса. А я боялся. Боялся, что опять начнете придираться. Я не придираюсь. Я требую, чтобы вы соблюдали правила. Да, Гунар. Я покопался в прошлом Марте Андерса. Нашел связь с Бондаренко? Нет, не нашел. Зато я обнаружил интересную деталь, связанную с ее фондом. Оказывается, они только последние десять лет занимаются искусственным оплодотворением. А раньше чем занимались? С 90 по 2006 год основным профилем фонда «Новая жизнь» было усыновление сирот, в том числе и из России. Они передавали детдомовцев семье из стран Евросоюза. И все это время фондом руководила Марта Андерса. Подключи ребят и сделайте подробную выписку, когда я кого конкретно госпожа Андерса помогла усыновить из российских детдомов. Сделаем. Китанция о моих пожертвованиях. Деньги на счету Гачинского комитета об образовании. Отлично. А вы щедрые. Детки вам этого не забудут. А это вам за содействие. Вадим Николаевич примет вас завтра в два часа. Благодарю. Скажите, Евгений, а вам-то какой профиль с этого строительного подряда? У вашего бизнеса ведь совсем другой профиль. У меня широкие интересы. В строительном секторе тоже. Молодец, уважаю. Кстати, у меня в этом подряде тоже есть доля, я участвую. Так что мы с вами, Женя, партнеры. Вы своего не упустите. Ну, как и вы. Ну что, перейдем к неофициальной части, партнер. Не жалейте, я люблю Докраев. Ну что, за наше плодотворное сотрудничество. За вас. Спасибо тебе, Журавлев. Ты спас моего вечера. Спасибо тебе, Журавлев. Ты спас моего вечера. Ну, поехали. Поехали. Только я на такси. Ну, до такси-то я тебя проводить могу. Привет. Привет. Что ты делаешь? Изучаю твои чертежи. И как? И как? Нравится? Нет. Я с детства не люблю черчение. Зачем тогда смотришь? Ну, пытаюсь понять твою работу. Ты этому в своих книгах научилась? Нет. Максим посоветовал. Вообще-то черчение в моей работе не главное. Это уже финальная стадия. Сначала нужно придумать проект, потом составить техническую документацию. Понимаю. На самом деле, тебе моя работа абсолютно не интересна. Нет. Но я пытаюсь. Не стоит. Ты обиделся? Да. Немножко. Тогда, может, займемся сексом? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Да уж какой он добрый. Слушайте, а можно ему сделать укол? Он же мучается. Нет, не могу. Мы и так вкололи обезболивающего выше нормы. Но что-то же можно сделать? Нельзя, иначе он умрет. Но он и так умирает. Можно сделать что-то, чтобы облегчить его мучение? Следующий укол через четыре часа. Простите, меня ждут другие больные. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Джоя Михайловна! Приехали! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Проблемы? Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Привет, зоя! Привет! Я хочу, чтобы ты приехал прямо сейчас! Хорошо! Но за срочный вызов я беру двойной тариф! Добро пожаловать в Казахстан! Хамиш не разрешала! Давай жду! Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан Казахстан Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отпечатков нет? Ну-ка обычно. Ну что ж, господа. Блестяще работаем. Блестяще! Вчера вечером Зоя Михайловна подвозил какой-то мужик на дорогой машине. Номер запомнили? Нет. А мужика запомнил. Он ее до квартиры проводил. Пробовал там минут пять. А потом один вернулся. В каком часу он приезжал? Приблизительно в десять. Да не в десять, а в двенадцать. Не в дорогой, а на обычной иномарке какой-то. Он не первый раз к Зое ходит. Я с собакой гуляла и видела, как какой-то мужчина укладывал большой мешок в багажник машины. Внешность мужчины сможете описать? А он в капюшоне был. И номер машины я тоже не видала. А у вас во дворе камеры есть? Были камеры. Да только их вчера кто-то разбил. Валя. Да. Планшет ларионовый. Подождите меня в соседней комнате пока. Да, я слышал. Максим Сергеевич, свидетелей опросил. Угу. Да, но у них какие-то противоречивые показания. По-моему, они говорят о нескольких людях. Угу. Я нашел расписание ларионовой. Так. С утра она была в областной администрации. Двенадцать десять заседания с заместителями. До пятнадцати тридцати. Потом была на открытии выставки. После открытия выставки встреча в ресторане. Средниковым. Евгений Васильевичем. Значит так. Собирай всех свидетелей. Его управление. Есть. Сейчас подъедем. Алло. Инга, привет. Да. Слушай, у меня в коридоре коробка стояла. Ты ее не видела? Я ее выкинула. То есть как? Почему? Потому что она стояла в прихожей. И что? Мы договорились, что все, что стоит в коридоре, мы выбрасываем. Инга, у меня там была распечатка проекта. Я сегодня должен ее сдать. У меня встреча через час. Но она стояла в прихожей. И что? Я же не знал, что ты ее выбросишь. Там же были папки, чертежи. Ты же видела, что это не мусор. Я не смотрела. Ну и где она теперь? Я не знаю. Я отнесла ее в мусорный бак. Может быть, она там еще осталась? Ладно, до вечера. Костя звонил? Да. Вещи его выбросила? Да. Надо было поинтересоваться. Но мы с ним договорились, что все, что стоит в коридоре, выбрасывается. Костина квартира? Да. Надо было договариваться нормально. Ты мне уже посоветовал один раз поинтересоваться его работой. Ну, поинтересовалась? Да. И ни к чему хорошему это не привело. Ну, значит, неправильно поинтересовалась. А может быть, это ты неправильно даешь советы? Почему это я неправильно даю советы? Потому что ты плохой партнер. Ты не умеешь строить отношения. Почему я плохой партнер? У тебя были три жены. И ты всем им из меня. Не всем. Ну, с Лизой вы не живете вместе. Зато мы с Лизой женаты. А зачем, если вы не живете вместе? Зато женаты. Ну, зачем тогда быть женатым, если ты не живешь вместе? Ну... Фоторобот вчерашних гостей у Арионова сделали? А, вот. Со слов соседей, это тот, кто на крутой машине приезжал. Регников. Второй. Второй, вот. Так кого-то он мне напоминает. А ну-ка, у Тарасова брали этого, Жигала, как его? Будасов. О, Будасов. А? Не похож. Надо подкорректировать все фотороботы с соседями. Они много про него говорили. Я сделаю. Так, что у нас с Поларионовой? Все те же манекены. И удар ножом в сердце. Теперь качаются на качелях. Что вы имеете в виду? Я пошутил. Убита женщина? Вам это смешно? Так, господа. Давайте по Ларионовой. Что нам о ней известно? Четвертый год руководит комитетом образования. До этого была директором Каменноостровского интернета. Бондаренко в интернете работала? Да, с 2001 по 2004. Фонд Марты Андерса тогда занимался усыновлением. Может быть, она брала детей в интернате? Ларионова в это время работала директором. Ей помогала. Грибков, список всех детей, кого усыновили в Эстонию. Есть. Этим занимается Гуннар. Тогда всех, кто пересекался с Бондаренко. Хорошо. Сравним два списка и сократим круг подозреваемых. Максима Рядникова доставили. Отлично. Вы что, серьезно думаете, что я мог убить Ларионову? Вы были с ней на выставке, затем поехали в ресторан, затем отвезли ее домой. И соседи слышали, как вы ссорились. Господин Рядников, вы этого не отрицаете? Нет. Но... Причина вашей ссоры? Да нет никакой причины. Зоя Михайловна была изрядно большая, поэтому пошумела немного перед тем, как усынуть. Вот и все. Вы рассердились на нее и... Ну, в такой же степени, чтобы мы с Зоей Михайловной друзья, многолетние друзья. Я поддерживаю ее детдом. Я... И вчера я передал чек на ремонт детдома. Ну, какой мне резон ее убивать? Ну, это же бред. Много убийств на бытовой почве происходит без причины. Пьяный ассоры, обычное дело. Я не был пьян. Спросите у моего водителя, спросите у Олега. Да мы спросим, спросим. Вот как вы объясните нам? С Мартой вы были знакомы, ее убили. С Ларионовой были знакомы, ее убили. Вы последний, кто видел ее живой. Ну? Я не знаю. Стечение обстоятельств. Максим, сын Редникова и его водитель подтвердили, что Редников доставил Ларионову домой в 21.30. При этом он не был сильно пьян. Водитель после этого сразу отвез Редниковых домой. Допустим, Редников убил Ларионову спонтанно. Тогда он не мог установить инсталляцию во дворе детского дома. Только если Олег и его водитель с ним не в сговоре. Вряд ли. Но мы проверим. Ребята, пришло заключение экспертизы. Смерть Ларионовой наступила между часом и двойной ночью. Значит, у Редникова алиби. А если он потом вернулся? Они с Ларионовой поссорились, он ее убил, уехал, а потом снова вернулся. Маловероятно. Почему вы все время отвергаете мои версии? Потому что это не версии. А сомнительные предположения. Так, 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 так. Редникова отпускаем? Максим. Отпускаем Редникова, но и фотографию показываем Соколовой. Правильно? Да. Все. Это он в вас стрелял? Нет, это не он. Я не знаю, не помню. У нас есть предложение. Сейчас вы вместе с нами поедете на стоянку около спортклуба. Там, на месте. Может быть, вы вспомните лицо преступника. Так что, следственный эксперимент? У нас это называется немного по-другому. Будут к наместности. Это законно? Я категорически против. Ваше мнение не имеет значения. Соня, совершеннолетняя. И решение принимает сама. Не слушай, я против. Она еще очень слаба. Доктор, прописывай постельный режим. Пап, перестань. Если вы его опознаете, вы нам очень поможете. Я выеду. Ничего не помните? Садитесь в машину. Нет? С другой стороны. Тот, кто стрелял в вас, стоял прямо перед вами. Представьте, что он это я. Вы выбегаете из зала. За вами гонится. Вы сели в машину. Ну? Как он выглядел? Я не помню. Максим, дай мне пистолет. Причем? Да. Причем. Причем не помню. Причем не помню. Причем не помню. Как он выглядел? Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Соня! Как он выглядел, Соня? Подожди, подожди. Пока. Виталий Семенович, пора начинать. Конечно. Вы слишком привыкли к мысли, что все воспринимают этот мир одинаково. Но это совершенно не так. Каждый из нас – это абсолютно оригинальная и ни на что не похожая планета. Кто-то из нас верит в Господа Бога, кто-то в НЛО, кто-то в чудодейственную силу био-йогурта по утрам. И вот пока мы находимся в гармонии с нашей верой, мы счастливы, мы спокойны, мы гармоничны. Но стоит только нам начать настаивать на нашей вере, доказывать ее правоту, как тут же человек, который верил в Бога, начинает убивать, а человек, который верил в НЛО, боятся похищения. А био-йогурт, он просто становится центром нашего мироздания и разрушает нашу жизнь. И мы остаемся один на один с этим холодным, незнакомым нам миром. Так вот, для того, чтобы быть счастливым, нужно научиться защищать свой микрокосмос. Чем мы с вами сейчас и займемся. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Всего доброго. Ой, Рита, вы не пропускаете ни одну мою лекцию. Это было великолепно, как всегда. Спасибо. Я услышала о вашем отце соболезную. Спасибо. Как это случилось? Вы знаете, он долго болел, поэтому я привык уже к этой мысли. Кто занимается похоронами? Я еще не думал об этом. Я могу вам помочь? Спасибо, я справлюсь. У меня неправильно поняли, у меня бюро ритуальных услуг, я вам говорила. Да, простите, я забыл. Вы знаете, это было бы кстати, а то сейчас как выжатый лимон. Я все сделаю. А что-то мне нужно. Свидетельство о смерти, договор выбрать гробы. А, Рита, вы могли бы меня подождать, я освобожусь через 10 минут, хорошо? Здрасьте. Прошу. Спасибо. Здрасьте. Соня! Что случилось? Что с тобой? Что с ней сделали? Ничего, немного стало плохо, в районе следственного эксперимента, так все нормально. Больше вы не подойдете. Подойдем, если потребуется для расследования. Соняя. 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 Ваш отец оставлял какие-нибудь распоряжения насчет церемонии обряда? Ну, сначала он думал, что будет жить вечно, а потом сильно заболел и... Стало неловко об этом говорить. Да. Ну, а сами как вы думаете, чего бы он больше хотел? Погребение или кремация? Как вы это выдерживаете? Тут же буквально все пропитано смертью. Привыкла, это моя работа. Не понимаю. Попробую объяснить. Только не смейтесь, я не такая как вы и мысли у меня не складные. Эта работа научила меня ценить жизнь. И вообще среди мертвых чувствуешь себя такой... Живой? Да. Глубокий афоризм. Можете пользоваться. Дарю. Прямо здесь, что ли? Если захочешь. Слышь, я как-то не готов. Тогда к тебе в гостиницу. Давай отложим. Как скажешь. Так погребение или кремация? Максим, мы подкорректировали фоторобот любовника Лорионовой. Вот новый вариант. Да, сэп. Георгий Будасов здесь живет? Нет его. Ушел час назад. Куда? Он мне не докладывает. У нас орбер на обыск. Какой еще обыск? Ворота открывай. Понял, открываю. Ушел. Клиентки. Андерса, Баранцова, Лорионова. Попова тоже здесь. Думаешь, инсталлятор? Это версия. Ну что? Объявляем Будасову в розыск. Правильно? Да. разрушено. Ушел. Нес��. Конечно... Ушел. Выступайте. Ушел. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Привет. Привет. Тебя когда сегодня ждать? Я сегодня не вернусь. Работы много? Да. Но дело не в этом. Мне надо побыть одной. Я буду ночевать в гостинице. Подожди. В какой гостинице? Почему? Я неделю не оставалась одна. Ну, ты бы могла мне об этом сказать? Я бы пошел, с друзьями встретился и в кино сходил. Да. Но потом бы ты вернулся. А мне нужно побыть одной. И сколько ты будешь в гостинице? Не знаю. Может быть, на одну ночь, может быть, на две. Но это не значит, что я сомневаюсь в наших отношениях. Ты в книжках своих начиталась? Я говорю, как есть. Ну ладно. Что уж тут. Давай тогда пока. Пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Максим, ночью нашли Будасова. Прекрасно. Звоните Инге, визитный допрос. Его мертвого нашли в Измаиловском саду. Черт, сейчас. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вадим, ты не видел мою мобильную? Нет. Дай мне свою. Зачем? Мне он тоже нужен. Да на мой позвонил. ЗВОНОК 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 Как он здесь оказался? Не знаю, это же твой телефон. ЗВОНОК 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 Ну, что могу сказать? Сначала били по голове. Тут и кровь, и синяки. Потом застрелили. Когда наступила смерть? Сразу после выстрела, где-то между девятью и десятью часами вечера. Андрей, что у тебя? Пуля. Калибр девятка. Скорее всего, тот же ствол, из которого стреляли в Соню Соколова. Хорошо. Если Будасов инсталлятор, то его убил. Значит, мы ошиблись? Инсталлятор не он? Это было где-то месяц назад. Пришел к Жоржу мужчина, с виду интеллигентный. А когда Жорж ему открыл, тот его сразу за грудки и по морде. Так отдубасил. Этот? Нет, совсем не похож. Нет. А вот это он. Точно он. Привет. Оль, ты слышала, Жоржа убили. Что? Когда? Вчера вечером, я подробностей не знаю. Там сейчас во все работает полиция, я боюсь, что тебя втянут. А я-то здесь при чем? Ну, его же убили после вашей встречи. Какой встреча? Я с ним не встречалась. Отменила? Да нет, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Жорж мне вчера прислал смс, что вы с ним встречаетесь в девять вечера. А он тебе не сказал, каким образом мы с ним об этом договорились? Сколько я знаю, по смс, наверное. А, ну, не договаривались. Ладно, Наташа, все, мне нужно бежать. Подожди, нам нужно все обсудить. Потом, Наташа, потом. Слава, привет. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Ты мне поможешь? А что случилось? Я случайно стерла несколько смс-ок. Можешь восстановить? Не вопрос. Спасибо. Вы знакомы с Георгием Будасовым? Ну, скажем так, я знал о его существовании. Сосед Будасов утверждает, что вы пришли к Будасову и сбили его. Ну, избил это сильно сказано. Потом, было за что. Где вы были вчера? С девяти до десяти вечера. В офисе логистической фирмы. Кто-то может это подтвердить? Это все сотрудники. Двадцать человек. Понятно. Спасибо. Ребята, я восстановил почту Будасову. Есть переписка с неким заказчиком, который нанял его для того, чтобы он соблазнил Паула Ридникова. А потом неожиданно отменял заказ. А имейл заказчика определили? Да, Журавлев Виталий Семенович. Писатель. Кстати, бывший муж Ридниковой. Любовный треугольник? Четырехугольник. Если считать убитого Будашева. Интересно. Да. Максим? Да. Журавлева в гостинице нет. Понял. Портье говорит, он вышел час назад. Где у нас сейчас Журавлев находится? Можно узнать? Секунду. Курляндская, 12. А что у нас на Курляндской? Бутик мужской одежды. Мы с Ингой уехали. Секунду. 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 Да. Полковник Казанцев. Следственный комитет. А в чем, собственно, говорят дела? У нас с Квомейского вопроса. Я вас слушаю. Вы знаете некоего господина Будасова? Ну, допустим. Пройдемте. А что случилось? Прошу. Секундочку. А куда вы его ведете? Я поеду с вами. Я имею право. А кто вы? Его невеста. И садитесь. В каких отношениях вы состояли с гражданином Будасовым? Да, собственно говоря, ни в каких. Но хорошо, я нанял его. Зачем? Чтобы он соблазнял Павлу, мою бывшую жену, внес трещину в их отношения с Средниковым. Но, к сожалению, у него ничего не получилось. И поэтому вы его убили? Я никого не убивал. А что вы делали вчера вечером с 21 часа до 22? Отдыхал в номере. Кто это может подтвердить? Я надеюсь, Рита. Кто такая Рита? Знакомая. Моя поклонница. Она говорит, что она ваша невеста? Это ее фантазия. Хорошо, поговорим с Ритой. А вы пока посидите у нас. Я вас только очень прошу, не говорите ни о чем, Пауле. Почему? Ну, мне кажется, что у нас начали налаживаться отношения. Я очень не хочу, чтобы она знала об этой провокации. У Журавлева полное алиби. Киреева утверждает, что он весь вечер провел с ней. Значит, отпускаем? Значит, да. Бедный, ты, наверное, проголодался. Пойдем в ресторан. Рит, я тебе очень благодарен. Но из благодарности не вылепишь любовь. Ничего у нас с тобой не получится. Пока. Я подожду. Главное, что получилось? Да, восстановил. Вот, распечатка. Спасибо тебе. Рад помочь. Алло, меня зовут Ольга Новикова. Я хочу сообщить об убийстве. Вадим Новиков? Да, в чем дело? Полковник Казанцев, следственный комитет. Вам придется проехать с нами. Позвольте ключики. Прошу вас. Осмотрели машину? Да. Нашли вот это. Вы знаете этого человека? Кто это? Некто гражданин Будасов. Убитый вчера ночью. Я его не знаю. Никогда не встречал. Вот ваша жена говорит, что вы взяли у нее телефон от ее имени, назначили ему встречу. Она ошибается? Вы не встречались с Будасовым? Нет. А вы посылали смс ему из ее телефона? Нет. Она скажет, давайте так. Ваш пистолет. Возможно. Если вы нашли его в моей машине. В Будачке. У вас разрешения на него нет? А вы понимаете, что это статья? Причем тут Будасов? А потому что он был застрелен. Из пистолета. Был застрелен из пистолета. А что, вы его убили каким-то другим способом? Я его не убила. Максим, данная экспертиза здесь? Угу, спасибо. Так. В багажнике вашего автомобиля была обнаружена лопата со следами крови. Как вы думаете, кровь на лопате совпадает с кровью Будасова? Послушайте, ну... Я его не убивал. Вы ударяли его лопатой? Вы приревновали его к своей жене Ольге, вызвали на беседу и там убили его. Я... Я просто стукнул. Лопатой. Кто это? Ну, время теряем. Это Марта Андерса, эстонский дипломат. В каких отношениях вы с ней состояли? Вы что, хотите это убийство на меня повезти? В ее квартире были найдены ваши отпечатки. Она обещала мне помочь с контактами в странах Евросоюза. У меня риэлторская фирма. Я хочу перепрофиливать ее на Запад. Вот и все. Но я не убивал. Соколова и Будасова стреляли с пистолета калибром 9 миллиметров, а у Новикова калибр 7,62. Если Будасова убил кто-то другой, то как он знал, где в тот вечер находится Будасов? Следил за ним. Мы же знаем, что Будасов вечер убийства Ларионовой приходил к ней. Предположим, он видел убийцу. Убийца его запомнил, выследил и убил. И отношения Вадима Новикова с Будасовым получается вообще тут ни при чем. Прости. Здрасте. А что у нас происходит вообще? Это ко мне. Соня Соколовой грозит опасность, потому что преступник убивает свидетелей. Что у нас с алиби Новикова? В день убийства Новиков был в Москве, с Бондаренко ясности нет. С Ларионовой вообще все запутано. Новиков утверждает, что он в ту ночь вылетел из Москвы, но никаких подтверждений этому нет. Ни на одном рейсе он не был зарегистрирован. Значит, в ряд. Зачем? Ладно, пока задерживаем за незаконное хранение оружия, там разберемся. Соколовой надо показать его фотографию, также фотографию Журавлева и Попова. Все, все свободны. Ну что, как? Да что, как? Нудное заседание. Думал, все время только тебе. Это спасало. Да врешь ты все. Я серьезно. Почему ты мне никогда не звонишь? Вот я тебе все время звоню. Вот когда только я собираюсь тебе звонить, ты меня всегда обережаешь. Вот твоё истинное лицо. Он какая ты. Ну я знала, что ты мне не поверишь. Потому что ты хитрая. Все девочки. Лис звонил, софт температура. Может, заедем? Хорошо. Спасибо. Привет. Уже надводите? Да нет, мы на пять минут. Как там, Соня? Все так же. Ладно. Пойду к ней. И вы опять приехали. Да. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте. Я пить хочу. Это Сонина бутылка, ладно? Давай я тебе в стакан налю. Ладно. А почему вы не пришли на спектакль «Три поросенка»? Выживание обещали. Не хотела. Может быть, она просто не любит детей? А почему? Я не люблю детей. Я просто не могу любить всех детей подряд, только потому, что они дети. А вы что, Соне делаете отдельную бутылку? Ну, конечно, и бутылка, и посуда. Она же болеет. У ней все должно быть отдельно, чтобы не заразить других детей. Ну, что, Заяц? Не надоело тебе болеть-то, а? Не надоело. А вдруг я никогда не выздоровлю? А когда ты не выздоровеешь? Ты что такое говоришь? Вон, лекарств сколько? Обязательно выздоровеешь? Аня, мне каждый день лекарств дает. Вот. А ты видишь, какая она молодец. Мы заботимся о тебе. Значит, обязательно выздоровеешь. Давай я тебе книжку почитаю. Хочешь? Не, я не хочу. Я лучше посплю. Пока. Привет. Привет. Мне уже уезжать надо. Может, я когда закончу, приеду. Сонечка посижу, она совсем слабая. Конечно, приезжай. Только ты не волнуйся, Аня и так с ней целый день сидит. Даже на ночь остается. Ладно. Пока. Пока. Здорово. Здравствуйте. Посмотрите внимательно. Может быть, кто-нибудь из них в вас стрелял? Нет, я не знаю этих людей. Не помню. У вас еще есть вопросы? Пожалуй, что нет. Тогда до свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Привет, Инга. Я передал начальству просьбу Максима о свидании с Тарвасом. Они сказали, что должны оценить состояние Тарваса. То есть, психологическое состояние? И психологическое, и физическое. Может, он сейчас болеет. Или совершил какое-нибудь нарушение, и свидания ему запрещены. А еще он имеет право отказаться от встречи с Максимом. Я поняла. Позвони, когда они дадут ответ. Нет? Хорошо. Как там твой Костя? Я решила сделать перерыв. Вернулась пока в гостиницу. Почему? Он ограничивал мою свободу. Инга, ради близкого человека приходится чем-то жертвовать. В сущности, любовь и состоит в готовности жертвовать и уступать. Хорошо. Я научусь жертвовать и уступать. Давай тут не засиживайся и сигнализацию не забудь включи. Да не волнуйся, выключу. Я уже через пять минут ухожу. Ладно, пока. Давай, счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА